День студента День студента Да, это я 29 октября в стенах Чебоксавского оперативного института Прошла интеллектуальная игра, которая была посвящена столетию Комсомолу Выступали 4 команды Это команда экономического факультета Юридического факультета управления И факультета среднего профессионального образования Победила команда юридического факультета С отрывом 6 очков от остальных конкурентов Ну, хочется поздравить юридический факультет Ребята, молодцы Юфак, от всей души просто спасибо вам за то, что вы есть Я не смог вас прийти поддержать, но всей душой болел Мы же юридический факультет, мы же сила Да, я, к сожалению, тоже не смог присутствовать на этой игре Она проходила третьей парой, поэтому я решил пойти на пару Тебе не стыдно? Мне, увы, немного жаль, то, что я пропустил Но в конце мы с руководителем интеллектуального клуба Отправились в ЦМИ на другую интеллектуальную игру Где мы показали как раз-таки класс Класс? Да Ну, вы выиграли? Мы? Да, мы выиграли Молодцы Спасибо Интеллектуальные игры довольно-таки интересная тема, кстати, для разговора Но однако это не самая интересная тема Почему не самая? Давай У нас скоро пойдет межфакультетский КВН Межфакультетский КВН, да, это очень большая, большая Объемная тема для разговора Хотите вот поподробнее узнать? Конечно Я слышал вот многие из вас, я как руководитель КВНа в нашем родном вузе Уже наслышан, что вы даже участвуете в командах, некоторые люди, да? Да Ты участвуешь в команде, да? Ну Без меня? Да Не позвал? Прости, пожалуйста Какой ты? Ты тоже участвуешь? Да, наша команда будет называться Юрфак Из-за чего? Расскажи поподробнее, да? В нашей команде будет только юридический факультет А это что за такой отбор? Именно юридический факультет, никого с других направлений СПО юридического не берет Мне кажется, это как-то жестко, напоминает что-то, да? Дискриминация? Да, почему? Вы считаете, что юридический факультет? Самый смешной Самый смешной? Конечно Ну Я не собрал, меня позвали Мы, по сути, должны были играть тоже за юридический факультет У нас тоже была команда И в один прекрасный Очень прекрасный Вечер Ну, как, относительно вечер Нам предложили А почему бы вам не поиграть за эконом? Ой, какой эконом? Что это со мной? Давай-ка поподробнее вот здесь Какой эконом? Да, студсовет Точно студсовет? Да, точно студсовет Что-то я, ребята Оговорился немного, да? Расскажи, по правилу Наши редактуры проходят Вы приходите ко мне Я вас жестко редактирую Я тебя еще не видел ни на одной редакторе Что ты говоришь? Наверное, потому что их не было еще Да, возможно Но на самом деле скоро начнется И мы вот Нашим руководителем Надо придумать Кстати, Ром, какие будут рамки? Рамки? Да Для вас Для студсовета будут определенные отдельные рамки Потому что я вас знаю Вы можете не того наговорить Понимаешь? Да, как я с экономом Как ты с экономом, понимаешь? Неплохо Неплохо Ну а кто же победит? Опять Юрфак? Нет, Юрфак не будет постоянно побеждать У нас будет фейерплей Я буду очень строго судить Вас всех А ты не будешь играть? Я нет Я буду организатор Он Юрфак будет заслуживать просто Ну как бы Как Юрфак победить, если я буду играть? Понимаешь? Судьи тоже нужны Как бы иногда Ну вот можешь поиграть с нами За студсовет Нет, Серег Пожалуй, нет Как ты? Хватит за собой этим заниматься Везде Вот именно Между двух огней сижу Одни не зовут Вторые зовут Даже не знаю, что вы Давай свою команду Просто сдадим и все У меня уже есть команда Ну что? Мы, возможно, со своей командой Выступим Выступим Расскажи подробнее В зал В зал, да Ну, какая у тебя команда? Расскажи В меня? Да Великолепная Мы вот на агитацию недавно Ездили со своей командой В школу В Ульмаре Там рассказывали Школьникам Ну, преимущество нашего УЗа Подожди А их бесчисленное множество И И Устроили там концерт Песни, танцы КВН Главное Я собрал свою команду Собрал лучший материал Со всех трех игр В которых мы участвовали И мы разорвали там зал Все теперь поступают В кооперативный студ Только из-за КВН Понимаете? Вот То есть не из-за знаний А из-за юмора? Из-за знаний Которые они получают В процессе получения Навыков юмора Понимаешь? Да Ну, все взаимосвязано Кодовик Интеллектуальный клуб И КВН И тесное сотрудничество Конечно Конечно Раз мы заговорили о КВН Ага То Может ты нам подробнее Расскажешь? Подробнее Я вот вовсю уже рассказывал Подробнее о КВН Ну, ты являешься руководителем Да Насколько давно? Насколько давно С самого Ну, знаешь В КВН я начал играть В прошлом году еще Мы собрали команду Выступили на фестивале И, ну, я как бы там Просто был рабочей лошадкой Делал свое дело Писал материал Великолепно отыгрывал Актерское мастерство Все дела Но так получилось Что наша старшая команда В этом году Она как бы Ну, осела немножко Немножко ушла И вот мы являемся Пока Ну, командой Вот такой вот Которой Образующей в Копере Вот На правах капитана Стал еще и руководителем КВН А теперь занимаюсь вами Молодежью Вот Подтягиваю вас потихоньку Да Рома, вот хотелось бы тебе Пойти в профессиональную КВН Профессиональную КВН Это мечта любого КВНщика Понимаешь? Мечта каждого КВНщика Это попасть рано или поздно В телевизор А поскольку я уже попал В телевизор Моя мечта уже Воплощена Нет, на самом деле, да Все Все Каждый КВНщик Который горит этим желанием У него есть мечта Это попасть в эфир На первом канале В премьер-лигу Или высшую Да Да, вот так вот Ну Сказалось ли Сказался ли КВН На твоей успеваемости И на узнаваемость Конечно, естественно Знаешь, сколько у меня Красивых девушек Теперь хотят После каждого концерта Сфоткаться со мной Мы были Вот последний концерт Агитация в узмазах С нашей командой У нас есть Милана Очень красивая девушка В команде К ней просто подходили Мальчики такие Милан, ты красивая Можно с тобой сфоткаться Вот И можно с вами Со всеми сфоткаться Вот Вот так это сказать На успеваемости Если что говорить Успеваемости Серега, как думаешь Сказалось Вот ты как человек Который учится И вместе со мной В одной группе По-моему, не особо Я все тот же Отличный, простой Молодой человек Да Не зазнаешься? Я? Нет, по мне не видно Ладно Шутки-шутки Вот такой интересный вопрос К тебе Да Вот всегда интересно А что происходит После того, как вы выступили? Что происходит? Да Магия Магия Подъем Ты просто Вот первый раз Выходите на сцену А вот дальше что? Ругаетесь там Или какой-то страх Или что? Вот что происходит? Это отдельная тема Для разговора Очень много Всяких нюансов В процессе того Я думаю Вы уже Как люди Которые Так или иначе Какое-то отношение Имейте Вы, наверное, уже почувствовали Что напряг такой В команде Постоянно есть Да Все хотят Все хотят Перетянуть на себя Одеяло Там Может еще Какие-то конфликты Повязку капитана? Повязку капитана Многие хотят Сморовать Тоже Есть кандидаты? Ну, нет Уже нет Уже нет Уже нет Уже сам это все Вот Много всяких нюансов О которых можно Бесконечное количество Времени говорить Потому что КВН Это Очень Очень большая любовь Да Хорошо Затроним такой вопрос Как ты придумываешь шутки? Как я придумываю шутки? Как ты придумываешь шутки? Серега мне иногда помогал Писать КВН Вот Да Он просто Он выделяется своим мозгом Расскажи поподробнее Как это было? Хорошие вечера Мы не спали несколько ночей Да Расскажите подробнее Подробнее? Конечно История Есть отличная история Олицетворяющая подготовку Именно к самой игре Ты за неделю Начинаешь писать Очень усиленно Выписывать материал Литературу Все это Подтягиваешь Зовешь людей И практически ночами не спишь Ну потому что Ну нет времени Каждый день в редактуре Вам вырезают шутки Говорят Это не так Это не так Вы анализируете это Идете, исправляете И каждый день так приходите А что нужно делать Чтобы не спать? Есть Есть Пить Энергетики Энергетики пить Да И вот Очень олицетворяющий момент Я выпил где-то 18 энергетиков до игры За 5 суток Поспал часов, наверное, 14 И пришел на редактуру за день до игры А там все команды собрались Что-то показывают Что-то смешное Вырезают Вот И я увидел своего знакомого Я со всеми поздоровался И мой знакомый Который очень любит При знакомстве Обнимать людей Он, в общем, меня обнял И я просто выключился Прикиньте Из-за перенапряжения Из-за того, что я долго не спал Ты как знаешь, плюшевая игрушка Тебя ради нажали Да И все И я такой Я люблю тебя И выжибился Вот Все Вот так и получается Это Старое Да Фотка Это очень весело, видимо Очень весело Но зато я собираюсь участвовать в МИСКОПЕРАТИВНЫЙ Ты хочешь участвовать в МИСКОПЕРАТИВНЫЙ? Серьезно? Вау Это довольно-таки Взвешенное решение должно быть Да Я все обдумывала И решила, буду участвовать А что тебя Сподвигло На это Да Расскажи Какими мыслями ты руководствовала? Ну вообще Мы все понимаем, что ты очень красивая Да, этого Но этого, наверное, недостаточно, чтобы стать МИСКОПЕРАТИВНЫЙ Она просто посмотрела ролик Да, я посмотрела ролик Давайте все вместе его посмотрим Давайте Да Я чувствую Всем привет, с нами Коперативный институт Ты красива, умна и интересна Тогда именно ты можешь стать МИСЧИКИРУ Ну и что же для этого нужно? Зайди в свой инстаграм и выложи самое лучшее фото Поставь хэштег и отметь нас Расскажи, а почему именно ты заслуживаешь звание МИСКОПЕРАТИВНЫЙ? И, возможно, ты станешь звездой Копера Ты выложила фото? Нет, вот пока я думаю, какого фото вам выкладывать У меня их просто множество Да, многие я видел, знаешь А, ладно, не здесь, да Следующий раз Ладно Ну и что, что тебя сподвигло? Ну, должна же мотивация какая-то быть Просто утолить свое эго Я, нет Я с детства мечтала участвовать в МИСКОПЕР'е Нет МИСКОПЕР'е Нет МИСКОПЕР'е просто Я училась в лице, где тоже приходила в МИСКОПЕР'е Ну, всегда просто хотела участвовать Да, я тебя понимаю Но Всегда какие-то обстоятельства сконколи, что я не могла И вот сейчас, когда я узнала, что будет приходить в МИСКОПЕР'е Я сразу такая Я буду участвовать по-любому А ты готова к конкурсам, которые там будут? Интеллектуальные. Интеллектуальные. Кулинарные, да. Ты бы просто не пробовали, как я готовлю. Так ты и не козмишь, как бы попробовал. Не предлагаешь. Интеллектуальные, да? А насчет интеллектуального что? Какие будут вопросы, ты примерно знаешь? Может, там у тебя свои связи в соцсовете тебе помогают уже? Мне кажется, очень сложные вопросы будут. Да, конечно. Блиц, зови все планеты Солнечной системы по возрастанию. Тут вопроса задаю я. Вот это хорошо. Вот это молодец. Ну да, я согласен. Лиза, ты почему не планируешь поучаствовать там? Или планируешь? Может, мы чего-то не знаем? Давай, рассказывай. Пока таких планов не было. Не было? Если предложить, то участвуй. Расскажи, чем ты занимаешься? Мы тебя все-таки впервые видят здесь. Я являюсь руководителем пресс-центра. Учусь на первом курсе юридического факультета. Юридического? Да. Они юристы собрались. А ты? Ну, я после девятого класса, отделение среднего профессионального образования. Ну, тоже можно сказать юрист. Немножко не то, но юрист. Сказать можно. Сказать можно, но когда? Но мы не будем. Да. Чем занимается пресс-центр все-таки? Чем? Освещает мероприятие. Ну, поподробнее. У вас есть аккаунты, может, в Инстаграме где-нибудь. Конечно. У нас есть аккаунт в Инстаграме. Называется чепкопер21. Обязательно подписывайтесь. Там будут выкладывать. Чепкопер21. Мы выкладываем там новости, рассказываем о том, что происходит, когда произойдет и зачем. Вот в скором времени у нас будет школа актива в кооперативном институте. Про эту школу актива мы уже рассказываем третий выпуск. Почему бы и нет? Почему бы? Мне кажется, это хорошее. У тебя. Хорошего мероприятия должно быть много. Все мы знаем. Мы потом все ждем. А вообще, что в планах у пресс-центра? Может, вы пойдете даже на YouTube? Есть такие планы вообще? Кстати, у нас есть в плане YouTube, где мы тоже бы хотели сделать что-нибудь в стиле интервью. Где мы пригласим. Вот такого формата. Дудя, да? Вот, погодили. Да, типа Дудя. Типа Дудя. А Вигиналь? Сами придумали? Нет. Можно собираться вокруг стола и рассказывать определенные истории. Что-то напоминает. Что-то напоминает. Да, давайте еще третьи плохие шутки сделаем. Да. Это просто вы для начала название, наверное, должны быть придуманы для нашего канала. Давайте прямо сейчас придумаем название для нашего канала. Для нашего. Видите, я уже одеял перетягиваю. Мания. Это скрываю на привычку, видимо. Давайте там копер плюс топ 500. Копер будет... И это хорошо, да. И это хорошо, давайте. Копер и это хорошо, по-моему, идеальное название. Клик Копер. Клик Копер. Да. Есть какие-то свои варианты? Давайте накидывайте. Хотели что-нибудь связанное с студенческим советом. Как раз первые люди, которые посетят интервью, это... Председатель совета, наверное. Да, конечно. Председатель совета. Катя, конечно. Передавим ей привет. Плакать привет. Да. И Александру Константиновичу, как мы можем про него забыть. Ему тоже придам пламенный привет. Да. Ну, они, да, они очень... Это придешь к нам на интервью? А если позовете? Позовем, уже зовем. Я... Ого, мальчик. Слушай, дай-ка посмотрю в ежедневнике, когда у меня там уже не свободное есть, ладно. Спишемся. Спишемся, да. Ну, хорошо. Сережа, я знаю, ты Коперздрав. Да. Кстати, поздравляем. Поздравляем. Спасибо. Тебя недавно назначили, да? Да, буквально-таки недавно. Вот очень недавно. Очень. Какие были эмоции у тебя? Я... Я не думал то, что все так... Далеко зайдет. Да. Что я прям... Я был заместителем Коперздрава, и как-то все пошло так, что меня назначили самим Коперздравом. А что случилось с самим Коперздравом? Он поднялся по карьерной лестнице просто, Сережа. Да, мне кажется, он поднялся по карьерной лестнице еще выше. А по социальной немножко не вернулся. Ну, это уже другая история. Это уже, да. Не будем. Расскажи нам подробнее о том, что входит в обязанности Коперздрава. Кто это вообще такое? Следить и пропагандировать здоровый образ жизни на территории Кооперативного института. Сереж, ты за ЗОЖ? Да, я за ЗОЖ. Скажи, а вообще студенты нашего Кооперативного, вы многие за ЗОЖ или нет? Большинство, да, я считаю, за ЗОЖ. Процентов 80. Ну, в таком формате где-то, да, процентов 80. Хорошо, а как ты тогда относишься к наркотикам, алкоголю, табачным изделиям? Как вы к этому относитесь? Веско, ответственно, но невозможно. Негативно. Нет, 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 нельзя. А вы знаете... Мы еще молоды для этого. Мама говорила, что вот диплом получишь, можешь бокальчик шампанского выпить. Я маму всегда слушаю. Ну, или на Новый год. Ну, или на Новый год мама еще не разрешала. Тебе не разрешала? Нет. Ну, я уже два года как. Шампанское только на Новый год. Ну, Коперздрав, на кровавку Коперздрава имеешь, наверное. Ну, ладно. И потом на утро голова болит. Молодые люди. Вы знаете, что кофе – это тоже наркотик? Нет. Ну, так мы не пьем кофе. Мы же... Я думала в жизни, ты думаешь, не пью. Все, тебе надо. Алина, ты пьешь кофе? Да, я пью очень много кофе. Тебе я буду предвставать. Я пью просто воду и кашу ем. Все, больше ничего. Ром, по тебе и видно. Так идеальное лицо о чем вы? Я больше предпочитаю чай. Зеленый. Ох, здорово. С чипрецом. С мятой, да? Потому что он страваный. Нет, он помогает. А как вы относитесь к людям, которые злоупотребляют? Очень негативно. Ну, знаешь... Злоупотребляют, которые именно, да, я плохо к ним отношусь. Просто есть такая вот, ну, степень алкоголизма, ну, когда это уже болезнь. И как бы от людей уже мало что зависит. Вот. И к ним тоже нужно, их нужно немножко понимать. Они стараются, они лечатся и пытаются из этого вылезти, но не получается. А есть те, которые, ну, как бы просто пьют. Потому что им нечего делать. Займитесь чем-нибудь полезным. Приходите к нам в студсовет все-таки. Мы вас тут подтянем. Будете в копию вздрага. Да просто приходите учиться в кооперативный институт. Да, приходите в копию вздрага. Да, в копию вздрага. Я у вас там встречу. А вы знаете, что многие знаменитые люди хоть раз, ну, и пробовали что-то? Что? Например, на котике. Кофе? Честно признаться, я тоже кофе пробовал. Как тебе? Понравилось? Три в одном очень хорошее. Особенно в нашем пульсете. Сейчас будет чистосердечное признание. Пакетик. Рах ты мог. Прямо на телевидении. Зато моя совесть теперь чиста. Понимаете? Поиск, что со мной кто-то тебе за руку, никто здоровался в копию не будет. Ну, ладно. Кофе. Все стало понятно. Ребят, вот такой вопрос. Давай. Очень хороший. Давай. Как вы думаете, стоит ли упростить получение оружия в России? Вот в тему, да? Как-то резко мы перешли. Да. Обсуждение Коперздрава на легализацию оружия. Возможно, в какой-то степени это относится к твоей юрисдикции, да? Просто вот люди, которые используют оружие, они зачастую находятся в том или ином опьянении. Окоголем, наркотическом, не знаю. Вот с этой точки зрения, как ты думаешь? Я считаю, нужно ужесточить контроль за оружием, именно за его распространением, за то, кто его покупает и как его покупают люди. Деньгами. Деньгами, да. Покупают. Покупают. Смотря еще, как эти деньги заработаны. Ну, откуда могут быть деньги у школьника на оружие? Ну, да, это очень странно, но это же нелепо. Ну, не будем об этом, да. Давайте не будем об этом, давайте сменим немножко тему. Это слишком агрессивно, по-моему. В каких мероприятиях вы участвовали, какие вам больше всего запомнились? Связанные с оружием. Вообще, вот в институте где вы участвовали? Множество. Ну, вот два года прошло. Кроме КВН. Все, все и не вспомнить. Все и не вспомнить за два года, но вот самая яркая и самая яркая запоминающаяся, это, наверное, поездка на Кавказ. Вот. С форумом, посвященным дружбе, посвященным дружбе народов. Мы, ну, если хотите, я могу поподробнее. Если нет, это займет уйму времени. Пожалуйста. В общем, появилась такая возможность поехать на Кавказ у нас в УЗИ с проектом, посвященному дружбе народов. Но, вот, но так получилось, что об этом мы поговорим после рекламы. Да. Ну, сейчас мы прерваемся на небольшую рекламу. И снова с вами День студента. Мы разговаривали о мероприятиях, проводящих в Копере и не только. Да, я остановился на том, что вот в прошлом году, нет, точнее, в прошлом учебном году я узнал о том, что, возможно, появится возможность с проектом от Кооперативного института уехать на Кавказ с проектом по дружбе народов. И сразу-сразу задумался, а стоит ли ехать. Всегда, всегда появляется боязнь некая, понимаешь. Ну, это все-таки Кавказ. Как бы одному ехать туда немножко страшно. Поэтому я подтянул своих друзей из ВУЗа, и мы собрались. И уже летом, в июле месяце поехали в начале Москвы на открытие этого форума. Форум называется «Маяки дружбы. Россия ближает». Он проводится на президентский грант. И одним из организаторов его является Российский университет кооперации. Вот. Мы приехали, было открытие, познакомились там со своим отрядом. Отряд состоял из людей не только из нашего региона, из Чувашии, а из Москвы ребята были. Ребята были из Казани. Вот. Так получилось, что мы с другом попали в разные группы. Я со своей группой улетел в Южную Осетию, а друг мой улетел в Кабардино-Балкарию. В Южной Осетии нас поселили прямо в горах. Представляешь, каждый день мы выезжали на туристические экспедиции, куда-то в горы подальше, наблюдали за жизнью животных. Также нас возили на экскурсии в сам город, в Цхинвал. Частенько проводили встречи с местным самоуправлением, с министром культуры. Вот она подарила мне, не только мне, а каждому участнику этого форума, божью коровку, как символ доброты и отсутствия войны. Потому что, ну, сами знаете, 10 лет назад там происходили события такие. Вот они нам рассказывали, показывали фильмы. Мы дегустировали национальную кухню. Представьте, вот первый раз в жизни попробовал медвежатину на Кавказе. Какие ощущения? Специфические, знаешь, немножко такое жесткое мясо. Если говорить о моем друге, он попал в Кабардино-Балкарию. И его процесс получения знаний об Кабардино-Балкарии тоже его заворажил. Они ездили в горы, поднимались на Эльбрус, тоже знакомились с местной культурой, с блюдами. И вот, там я понял на этом форуме, что, оказывается, ну, не стоит бояться Кавказа, потому что там живет такая же молодежь, как и я. Мы гуляли по городу, там точно такие же парки, точно такая же атмосфера, такие же дети. Так же слушают с колонками музыку, точно так же одеваются. И все вот эти вот стереотипы про Кавказ, это на самом деле стереотипы. Ну, вот тогда вот такой придает такую действительно замечательную возможность путешествовать, знакомиться с разной культурой. Скажу вам, туда было сложно попасть? Да, да, туда был отбор из людей, из активистов, естественно. Потому что, ну, вначале ты работаешь на благо своего ВУЗа, потом ВУЗ работает, ну, не работает на тебя, ВУЗ просто тебе помогает в таком плане. Вот, ну, это, наверное, был самый запоминающийся форум из всех, что я посетил участь в ВУЗе. Он дает возможности не только приехать за границу, там, или, не знаю, или, ну, далеко-далеко. Ну, ты можешь и посетить форумы, проходящие, вот, буквально неподалеку, там, Молгород, Иволга, все, что находится в нашей стране. Вот сколько я знаю, кооперативный, кооперативный дает возможность не только учиться, а еще участвовать в различных мероприятиях. Да, естественно. Ну, вот, а школа актива, кто-нибудь из вас участвовал в ней? Да, в прошлом году ездил на школу актива с Сергеем. Сергей, как тебе понравилось? Да, было довольно-таки интересно. Познакомился с многими людьми как раз-таки, новые знакомства всегда. Это интересно, узнаешь новых людей. Там были интересные мастер-классы, узнал тоже много нового для себя. А зачем нужна школа актива? Раскрывай твой потенциал как человека. Вот ты приходишь, ну, и хочешь, наверное, повысить свои навыки в том или ином мастерстве, приходишь на тренинги, слушаешь спикеров, которые в жизни повидали очень многого, и действительно могут тебя чему-то научить, и получаешь бесценные знания. Даже если у тебя нет такой цели, как, ну, что-то конкретное изучить, там, лидерство, ораторство, не знаю. Вот, ты просто находясь вокруг этих людей, прокачиваешь себя как человек. Вот я знаю, в этом году там будет волонтерский центр. Да, будет. А скажите, ребята, вы сами занимаетесь волонтерством? Ну, честно говоря, я вот очень поддерживаю эту идею волонтерства, ничего против не имею. Вот. Но сам еще так сложилось, что не был волонтером в своей жизни. Ну, как так вам? Ведь у нас в Кооперативном институте есть целый волонтерский центр. Ну, знаешь, нельзя найти время сразу на все мероприятия, все занятия. Ну, вот я решила для себя найти время на все и сама состою в этом волонтерском центре. Давай-ка расскажи, чем вы занимаетесь там. Ну, вот пока что я участвовала в одном мероприятии, в Конгрессе местных властей Евразии, где вот наши студенты были волонтерами. Это действительно очень увлекательное мероприятие, где есть возможности в других культурах, вообще о том, что у нас будет в будущем. В общем, очень было интересно. Мы сами побывали немного на этом Конгрессе. Вообще волонтерство – это очень всегда интересно. Очень полезно, на самом деле. Ну, и ты находишь людей, своих единомышленников, и с ними знакомишься, то есть с этого мероприятия. В этом мероприятии я нашла очень много новых знакомых, с которыми общаюсь по сей день. То есть волонтерство – это всегда интересно, волонтерство, как по мне, так нужно. Да, я согласен, Лиз. Ты как, вообще не сталкивалась никогда? Нет, я сталкивалась с волонтерством, но еще до института. Сейчас я больше темнота пресс-центра. А как, скажи, что было до института? Чем ты делала, чем ты занималась? Однажды в школе я была вожатой в школьном лагере. Мне очень понравилось, с детьми очень интересно. И меня позвали на 10-дневную смену, которая проходила в лагере «Березка». Нам рассказывали о том, как стать волонтером, что это такое, зачем, почему. И даже тогда как раз я впервые услышала о Кооперативном институте. Да, судьбоносная у тебя была. Да. Ну, просто волонтерский центр кооперативного славится. Он участвует во многих мероприятиях. Да, очень-очень сильный центр у нас. Конечно. Ну, будет время, ребята, заходите. Думаю, вам стоит позвать как-нибудь нашего главу волонтерского центра в гости, Ксению. Ксению, да, которая вам поподробнее расскажет о его деятельности. Конечно. Мы обязательно ее позовем. Мы в этой степени. Рома, не раскрывай все наши следующие выпуски. Да, да, да. Не стоит. Вообще, ребята, расскажите, чем вы занимаетесь, помимо Кооперативного института? Кооперативный институт вообще на самом деле занимает большую часть моего времени. Вот я только что хотела сказать, просто ты квенечка, ты занимаешься в обороне, а ты коперздрав. То есть тебе надо разрабатывать какие-то мероприятия с ребятами. Да. Расскажи про проекты свои последние. И что будет? С плакатом тебя видел на входе, как-то ты стоял недавно. Да, я еще тогда не был коперздравом, я просто выходил пообедать, и там люди подписывали подписи против курения и алкоголя. Много набрали подписи? Да, подписей было достаточно. И вот. Ну, между прочим, я тоже там подписалась. Да, а вот что по предстоящим акциям? Я слышал у предыдущего нашего коперздрава была отличная идея. Я буквально-таки недавно стал коперздравом. Он с тобой не поделился? Нет, еще не поделился. И так как я недавно стал коперздравом, я еще думаю над акциями, которые буду проводить. Над акцией работы своей, да? Ну, вообще, надо все сделать весело, как это делает Рома у нас с КВНом. Да, естественно, да. Делись идеями, будем делать тебе рекламу. Хорошо, я учту. Давай насчет рекламы. На какого аккаунта нужно подписываться, чтобы узнать? Чепкопер21. Да, чтобы узнать. Все самые интересные новости только там. Да, о жизни нашего вуза. А давайте теперь наша уже постоянная рубрика. Это Блицопрос. Постоянно? Ну, давайте, давайте. Да, мы ее вели. Ром, ты многому ничего не знаешь еще. Хочется ли вам стать знаменитыми? Вот. Все карты рисковать неохот. Сирок, давай с тебя начнем. Я стою такой вопрос, у которого две стороны ответа. С одной стороны, каждому хочется быть знаменитым, но знаменитость, она несет за собой ответственность, и ты будешь жестко ограничен рамками. Ты не можешь на улицу выйти нормально? Нет, ты можешь выйти на улицу, ты будешь публичной личностью, ты будешь нести ответственность за свои слова, потому что очень многие люди следят за тобой, опять же таки. Мне кажется, мы с вопросом про акцию очень расстроились, Сережа, потому что осталось каким-то грустным. Да нет, нет, Сережа, нормально все. Да. Нет, как думаешь все-таки, ну, ты не тот человек, который может следить за словами, чтобы... Нет, я как раз таки очень часто слежу за своими словами. Я тщательно подбираю мысли, чтобы их сформулировать. Да. А я просто отвечу, нет, не хочу я быть знаменитым, потому что я человек простой, открытый, и все. А как же знаменитый КВ и щеком? Ну и что, ну и что, это не главное знаменитый КВ, главное, чтобы твоя душа радовалась от деятельности, которой ты занимаешься. Это уже знаменитый. Да, 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 вот. Следующий. Молодые люди, на что бы вы потратили миллион? На что бы? Вот смотря какой миллион, просто миллион, когда у меня есть еще миллион, или миллион, когда вот мой первый миллион? Твой первый миллион. Мой первый миллион, на что бы я потратил? Поделился бы с Копером? На студенческий совет Ну смотри, тут нет, точнее, миллиона рублей Да, поделился бы, естественно, конечно Нет, но я бы, скорее всего, его потратил на своих любимых родителей Построил бы им Что можно на миллион построить родителям? Да ну тут же не так, что миллион рублей Долг не построишь на миллион Я бы отремонтировал квартиру Да, скорее всего, родителям А если бы это было миллион долларов? Сколько это? Так, в одном долларе сколько? Ну, допустим, будет 70, да? 70, да? 60, да? 60 квартир отремонтировал? Нет? Не работает? Увы Увы Это Сергей Очень интересно Опять же, какая валюта Если бы это был доллар Я бы вложился, скорее всего В меня? В раскрутку? Да, в раскрутку Хорош, конечно Нет, я бы вложился в бизнес какой-нибудь Чтобы получить более крупную прибыль И уже начал бы раскручивать Что-нибудь другое Это не весело Ну зачем раскручивать Рому Если у него уже есть 60 квартир Которую нужно отремонтировать? Да, если бы это не весело Можно было купить синтезатор? Да На миллион Миллион синтезаторов Миллион синтезаторов Они же как раз стоят тысячу Ну, следующий вопрос Без каких Ну, таких факторов Вы не можете жить? В каком плане факторов? Без еды, воды я не могу жить, допустим Без сна не могу жить Ну, Ром, давай мыслить глубже Без чего ты не можешь жить? Без чего я не могу жить? Три вещи То есть, еда, вода и сон Нет? А мы же кооператив Или вы имеете что-то такое более Более Утонченное Да, более глубокое Душой, чтобы прям, да? Да, душу, конечно же Давай Ну, что требует твоя душа? Моя душа требует Рядом, наверное, любимого человека Который будет тебя поддерживать всегда Без родителей своих я тоже никак не смогу выжить И без друзей, наверное, да Очень мои любимые А ты, Сергей? Ну, как раз Рома сказал Несколько таких вещей, которые тоже, я думаю Это любовь И вообще обобщенная все Любовь родителей, друзей и всего Также очень тяжело прожить без доступа к огромной базе данных Это интернет Так как в мире происходит очень много всяких вещей интересных И ты пропускаешь это каждый день через себя Столько, много потоков информации Но это тяжело жить без этого Ты развиваешься постоянно Узнаешь что-то новое Отвечи, наверное, это кооперативный институт Да, третий – это кооперативный институт Он занимает определенную долю моей жизни Так как я сейчас студент Часто, очень часто провожу время в кооперативном С 9 утра до 16 вечера И как-то уже привык к тому, что он стал частью меня Хорошо, ну тогда вот последний наш вопрос Какая ваша заветная мечта? Знаешь, я вот не думал даже об этом Ну просто вот у каждого человека, как говорят, должна быть мечта Я вот так не считаю Я считаю, что вот ты делаешь, а тебе хорошо, и ты счастлив Но тебе не обязательно знать, что ты делаешь Ну как бы ты примерно понимаешь, к чему ты идешь По шажочкам Но глобальной большой мечты нет Ну примерно маленькие такие Маленькие шажки Серег, может быть, у тебя есть мечта? Я считаю, что мечта – это такая вещь, которая, ну, очень тяжело ее реализовать И мечта должна быть такая, чтобы ты никогда в жизни ее не смог осуществить Чтобы она оставалась твоей мечтой Я еще об этом не придумал, но у меня несколько идей замечательных есть Но я их не буду озвучивать Ну хорошо, ребят В эфире была программа «День студента» И с вами были мы, студенты Кооперативного института Лиза И Аня И также наши специальные гости До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!